Буквально несколько часов назад в Минске областной суд вынес приговор человеку, который в течение 10 лет издевался над бывшей супругой. Их непростая, даже сложная семейная жизнь закончилась убийством. Слушания по делу проходили в Держинске. Скажу, что трагедия произошла 10 августа прошлого года в одном из торговых центров Фанниполя. Теперь уже осужденный пришел на работу к бывшей жене, якобы для решения неких финансовых вопросов. Но мирного разговора не получилось. Позже на теле женщины эксперты насчитают 44 ножевых ранения. Более полугода длилось следствие. 20 марта начался суд и вот сегодня приговор. Какое наказание получил обвиняемый, расскажет Карина Пашкова. Минский областной суд приговорил Владимира Ткачева к 20 годам лишения свободы. Мужчину обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса. Среди них убийство, совершенное с особой жестокостью, угроза убийством, а также истязание и хищение, а еще и сокрытие официальных документов. Сегодня Минским областным судом в городе Дзержинске был постановлен обвинительный приговор в отношении Ткачева, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 186, частью 1 статьи 154, пункту 6, частью 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, А именно, угрозе убийством, истязании, а также убийством с особой жестокостью своей бывшей жены. Окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Стороной обвинения предлагалось назначить Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Известно, что супруги развелись около 10 лет назад, однако еще некоторое время пара жила вместе в общем доме. По всей видимости, мужчина никак не мог согласиться с решением дамы о распаде семьи. Правоохранители сообщают, что осужденный не раз угрожал бывшей жене, да и подкреплял свои слова действиями. Погибшего он избивал и неоднократно размахивал перед женщиной ножом. В какой-то момент терпение лопнуло, и бывшая супруга не стала испытывать судьбу и покинула родной дом. В тот день женщина, как обычно, пришла на работу. Туда же пришел и экс-супруг. По словам осужденного, он собирался отдать бывшей жене деньги, однако разговор сразу не заладился. Пара начала ссориться. В итоге мужчина схватился за нож. Бывший муж не менее 40 раз ударил жену ножом. Задержали тогда еще подозреваемого при попытке сбежать с места происшествия. Нужно сказать, с людьми в погонах злоумышленник знаком не понаслышке. За его плечами уже были судимости. Теперь наказание Владимир Ткачев будет отбывать в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор в законную силу пока не вступил. Обжаловать его стороны могут в установленные законом сроки. Карина Пашкова, Дмитрий Чумак, Зона Икс.